Итак, мы продолжаем разговор о разумном потреблении и о том, как можно использовать старые вещи. Вот у меня есть косточка, она из хорошей ткани. Я решила переделать у нее воротничок. Срезала тот, который был, остались лоскуточки. Там я пришью кружевца, но лоскуточки можно тоже использовать в валянии, потому что это красивый хлопковый балк. Пузоечка воротничка я режу на тоненькие полосочки, причем ткань полосочки я надрезаю, делаю на отсечки и разрезаю на тоненькие такие сантиметровые ленточки. Все вы хорошо знаете такой популярный материал, как шелковые нити сари. Так вот, нити сари делаются из старых сари. Делаются они вот таким вот образом. Но только на прялках вы можете примитивное прядение делать своими ручками. Просто вот эти полосочки скручивать в жгутики. Вот я их нарезала. Сейчас на образце покажу вам, как их можно применить. Старенькие кусочки тряпочки. Я взяла кардачос, в данном случае это болгарский кардачос эко-кофе. Еще как вариант для образца я покажу вам, как из старой футболки, куски. Еще есть один такой мастер-класс по старому трикотажу. Я их вот положила, это те, которые разрезаны поперек. И я буду приваливать вот эти вот тканевые жгутики, ниточки по сути дела. Для того, чтобы они не раскручивались, я предлагаю вам сначала намочить эти тряпочки мыльным раствором. Тогда они будут держаться именно вот в таких ниточках толстеньких. И никуда у вас не разбегутся руками. Очень-очень просто их скрутить. Ну а если вы умеете прясть, то на веретене их, соответственно, тоже можно спрясть. И у вас будут побольше мотки, если делаете из более крупных кусочков ткани. То есть любую старую одежку, по сути дела, вот так вот можно порезать и спрясть заново. Будет восстановленная нить. Я беру вот так, намочив мыльным раствором эти ниточки, я их скручиваю. Можно из них сделать самостоятельный рисунок. Я покажу вам на примере моей любимой спиральки. То есть я вот эти вот ниточки из тряпочек выкладываю в виде спирали. Вы можете выкладывать их как угодно, любым рисунком, любым ордаментом. Мне сейчас важно в этом коротеньком мастер-классе показать вам сам принцип работы, что с этим можно делать. Вообще, если такие ниточки вы будете делать из мягкой какой-то ткани, из тонкого хлопка, тонкого льна, ну или из шелка, допустим, то, конечно, по сути дела они приваляются и сами по себе. В данном случае у меня хлопковая ткань, это не батиста, она средней толщины, поэтому я использую некоторые укрепляющие, стабилизирующие приемы. Ну, сами по себе кусочки, они тоже прекрасно приваляются. Вот у меня есть обрезки, маленькие кусочки шелка маргелландского, разлеженного газа окрашенного, которые остались от других проектов. И я беру не целым куском, да, не хочу тратить сюда целый большой кусок маргелландского шелка. Я беру и обрезками закрываю вот эту вот спиральку из самодельной ниточки. Накладываю эти обрезки один на другой, рядышком, да, чтобы перекрыть вот эту вот площадь. Ну, в данном случае мне удобно их разложить в такую розетку, это не имитация цветка, это просто принцип работы. То есть вы в любой последовательности можете квадратиками, треугольничками, как угодно закрывать, как вам больше нравится. Самое главное, что тонким маргелландским газом вы можете перекрыть эти ниточки. Ничего страшного, если будут оставаться где-то свободные фрагменты. Потом вы на готовом образце увидите, что это только дополнительно украсит ваш войлок. Когда я разложила тканюшку, разреженный шелк, можно добавить каких-то волокон. Я в данном случае использую не шелк, а коноплю разных цветов. Можно взять лен, можно взять бамбук. Все это прекрасно пойдет в работу. И хлопковые волокна можно использовать, ну и даже вискозу, если у кого-то она есть. Я просто сама обычно с ней не особенно работаю. То есть любыми волокнами волокна можно положить прямо сверху на маргелландский газ. Они прекрасно приваляются, тут ничего не надо бояться. Просто увидите, как волокна будут тонировать ваш декор из текстиля. И это придаст такую нотку необычности. Сделает, персонифицирует ваш войлок, как принято говорить. Поливаю эту сторону водичкой, мыльным раствором, для того, чтобы ничего никуда не убежало, не сместилось. На второй половинке я сделаю декор чуть-чуть другой. Я беру мельнос 18 микрон, итальянский, привычный всем. И смешав его с прядочками конопли, я раскладываю вот такие прядки поперек рисунка. То есть сами по себе волокна не удерживали бы эту толстую трикотажную ленту. А вот в сочетании с шерстью, то есть вы делаете такие маленькие прядочки самодельного бленда. Вот тут у меня 18 микрон мельнос и волокна льна. То есть все то, что мы там раскладывали на второй половинке в узор тут, вот я использую просто для декора, раскладывая поперечными вот такими прядками. Можно брать любые действительно декоративные волокна натуральные. Но синтетические я просто не использую, это совсем не экологично. Итак, поливаю эту сторону тоже водичкой. Да, то есть вы видите, все очень просто. Специально использую в данном случае яркие такие контрастные цветовые сочетания для того, чтобы все было очень-очень наглядно в этом мастер-классе, чтобы вы по нему потом легко могли создать свои войлочные шедевры. Закрыла пленкой, чуть-чуть брызнула на нее водичку и прохожусь шлифмашинкой. Можете, пожалуйста, уваливать через сетку с мылом, с утюжками. Это как вам больше нравится, как вы привыкли. Ну, я экономлю время, поэтому делаю со шлифмашинкой. Да, вот так вот быстренько. Через пленку сначала переставляю шлифмашинку на счет 7, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А потом этой шлифмашинкой я выглаживаю поверхность, шлифую, на то она и шлифмашинка, для того, чтобы волокна и вот эти наши самодельные ниточки хорошо сцепились с шерстью. Переворачиваю образец прямо на пленке, если вы делаете какую-то вещь. Ну, знаете уже, какие приемы используются для того, чтобы перевернуть. И фиксирую с обратной стороны раскладочку точно таким же образом. Можно запросто раскладку делать обратную, да, в обратной последовательности, то есть начинать с декора, потом сверху перекрывать шерстью. Ну, я хотела вам показать, каким образом я делаю декор, поэтому делала прямую раскладку. Изнаночку тоже я хорошенько прошлифовываю шлифмашинкой, то есть в плоскости, да, надо прорабатывать для того, чтобы декор хорошо, как следует, надежно схватился. Прошлась шлифмашинкой, и после этого я убираю сразу лишнюю воду с пленочки. Да, лишняя вода для валяния самого по себе не нужна. Вот уже этот образец, он как прифел держится, то есть можно, кстати, делать сразу такой прифел. Ну, а дальше идут наши излюбленные методы валяния. Если у вас сильно много воды, то после шлифмашинки можно ее убрать полотенцем. Можно вот таким вот образом изнанкой потереть по пупырчатой пленке, или вот у меня икеевская пленка ротионель. Можно по ней потереть вот так вот. Это добавляет воздуха, добавляет объема в итоговый войлок. Но это как бы хорошо для достаточно тонких раскладок и для декора из тонких декоративных материалов. То есть вот я взяла тоненькую ткань, и этого будет достаточно. Я подбрасываю, причем это не сильное швыряние, это легкие подбрасывания войлока с высоты 20-25 сантиметров, легкими движениями, сколько раз, зависит от вашей силы рук, ну, наверное, никак не меньше 30-40. Это будет несколько циклов. Это будет несколько циклов, где будут сменяться один метод другим. Подбрасывание, потом, соответственно, это будут и приемы, как будто бы вы вмесите тесто. Это будет притирание между ладонями. То есть все простые, все абсолютно привычные и давно знакомые вам методы. Самое главное, после каждого цикла проработки такого надо проверить сам войлок, надо внимательно посмотреть, как идет процесс, что происходит. Конечно, когда мы валяем маленький образец. Это работа легкая, нетрудоемкая. Маленький кусочек увалять – это считанные минуты, поэтому образцы не занимают ни силы, ни времени много не отнимают. Это делать легко. Но приемы валяния большого изделия, они зависят от того, какой крой, какой шаблон. То есть не всегда это абсолютно те же самые приемы, потому что, допустим, большой жакет или большое пальто вы не сможете, как маленький снежок, месить в руках. То есть это всегда объем, немножко другая такая сила нужного приложения. Конечно, большую вещь делая, вы подустанете. Это естественные процессы. Но принцип вот такой. И образец вы делаете для того, чтобы этот войлок увалять до нужной кондиции и понять, как готовый войлок для вашей вещи, для вашей одежды, например, будет выглядеть в итоге. Пока вы валяете, если где-то не хватает воды, подбрызгали, помылили мыльцем дополнительно, если вы не с мыльным раствором, а с мылом работаете. То есть все это вот такие простые чередующиеся операции. Их надо знать все. Все приемы валяния войлока. И рулон, и тесто, и подбрасывание, и легкие какие-то такие трущие движения, трения по пленке. Все это должно быть в вашем войлочном арсенале, как мастера, который делает какую-то вещь. Но применение зависит от того, какой конкретно войлок вы делаете, и какую вещь, какую конфигурацию, какого назначения вы валяете. Обратите, правда, внимание, я не тру и не кидаю наружной стороной об эту пленку, той стороной, на которой выложен декор. Все операции проходят по изнанке для того, чтобы этот декор не забивался, чтобы на него не прорастались сильно шерстинки, волокна шерсти, чтобы они не лохматились. Но, собственно, важный момент какой? Когда мы используем, это больше касается той части, где у нас трикотажные полосочки, ее хорошо бы потереть. Во втором мастер-классе по использованию старого трикотажа фабричного я показываю это более подробно. Здесь войлок чуть-чуть потоньше, хотя он такой же стабильный и основательный. Я показываю это вот на таком простом примере. Что важно, не надо лишний раз в процессе ничего дергать, пытаться отрывать. Вы видите, как войлок уплотняется, он становится другим и внешне, и даже на звук. То есть это все вот такие естественные этапы. Ну вот краешки, когда доваляли до нужной кондиции, вы видите, что присборился трикотаж, крышировался, получил объем, хорошо привалялись ниточки. Там, где они не привалялись, остались такие декоративные петельки, которые вы тоже можете использовать как элемент дизайна. Хорошо привалялись кусочки ткани, естественно, и все волокна. То есть вот вы расправляете все краешки у образца или у изделия, если вы на нем используете эти приемы. После этого обычным образом выполаскиваете, можно отгладить. Самое главное помните, что, конечно, валяние большой вещи. Это процесс более трудоемкий и долгий. И там вам придется подольше покатать, подольше помять, подольше помесить, покидать. То есть все не так быстро, как на образце, но все делается руками, бояться ничего не надо, все доступно. Вот итог, как обрывки ткани, скрученные, спрятенные вот так вот, да, в такую ниточку, дают хороший объем. Обратная сторона образца. Тут хорошо, что ничего не вылазит на изнанку, то есть можно делать двухсторонние вещи. И пластичность вылока, она не меняется, не становится меньше. Хотя рельеф вот такие ниточки, особенно под маргелландским шелком, дают очень красивые кусочки ткани, да, от вашей одежды какой-то там старой, казалось бы, то, что может идти на выброс, могут дать очень-очень красивый эффект. И вот вы видите, петелечки пробиваются, там, где обрезки маргеллана, да, лежали не очень плотно. Вот петельки пробиваются, такие узелки, и это очень эффектно. Ну, сама ткань, когда поверх нее лежат еще и какие-то волокна, то есть все это выглядит необычно, ярко, очень интересно. Вот поперечная раскладка волокон вместе с шерстинками, да, через трикотажные полосочки. Вот эти поперечные разложенные шерстинки, они очень хорошо, очень прочно будут вам держать декоративные элементы, которые сами по себе приваливаются достаточно сложно. То есть эти придомы можно использовать для валяния одежды, для декора тапочек, допустим, для интерьерных объектов. Ну, вы все талантливые, очень креативные. И, конечно же, вы найдете применение этим простым очень методом и этим, казалось бы, бросовым, то есть совершенно доступным и практически бесплатным материалом. Идти в магазин за дорогой пряжей сарик совершенно не обязательно. Можно использовать то, что есть под рукой. Я надеюсь, вы это сделаете, и у вас получится все очень красиво и хорошо.